Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во время чрезвычайных происшествий отработали силовики на стадионе Самара-Арена. Плановые учения прошли в преддверии Чемпионата мира по футболу. Оперативники ФСБ тренировались слаженно работать совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии, а также с Оргкомитетом Мундиале. К учениям привлекли и спецтехнику. За работой силовиков на стадионе следил оперативный штаб под руководством главы регионального управления ФСБ Владимира Татаурова. В ходе учения отработаем координацию и слаженность действий сил и средств оперативного штаба при возможном возникновении происшествий и чрезвычайного характера на стадионе Самара-Арена. Проведение подобного рода учений является важным элементом подготовки к обеспечению безопасности международного спортивного мероприятия. Подготовка к чемпионату мира по футболу вышла на финишную прямую. За оставшееся время необходимо не только завершить грандиозные стройки объектов Мундиаля, в порядок нужно привести каждый забор и фонарный столб. Итоги работы и задачи на предстоящем месяце обсуждали на заседании городского штаба по подготовке Самары к мировому футбольному первенству. До чемпионата меньше года, и этот год войдет в историю Самары как время стремительного преображения города. На финишную прямую вышел капитальный ремонт площади Куйбышева. Уже в ноябре состоится традиционный парад памяти. Идет реконструкция Струковского сада и четвертой очереди набережной. Линия скоростного трамвая от улицы Ташкентская до стадиона будет построена в декабре, а в марте введена в эксплуатацию. Определены точки размещения билетных центров чемпионата. На заседании штаба, который провел глава Самары Олег Фурсов, обсуждали не только масштабные проекты. Сейчас важно привести в порядок каждый забор, столб и тротуар. Чтобы ложкой дегтя не испортить все, что было сделано. Во всех районах города идет ремонт фасадов зданий. Проведен детальный анализ, подготовлены по квартальной визуальной развертке, утверждены мастер-планы по благоустройству въездных групп и гостевых маршрутах на территории Самарского района, в котором еженедельно в департамент городостроительства направляется информация. Город участвует во всех областных и федеральных программах по благоустройству, строительству дорог и развитию коммуникаций. Но есть возможность получить дополнительные деньги, как раз те, что идут в бюджет внутригородских районов. Предприниматели, которые до сих пор уходили от налогов, должны рассчитаться с городом. Тогда благоустроенных парков, дворов и улиц станет больше. Конечно, мы будем помогать, будем искать ресурсы, но и вы, пожалуйста, при формировании районных бюджетов выстраивайте приоритеты. Мы с вами не добираем налоги в полной мере, поэтому наводите порядок, у вас полномочия есть. Реклама на фасадах, акцизы. Губернатор обещал 80% этих доходов отдать вам. Вот, помните об этом. Это дополнительные ресурсы, за счет которых вы можете и свой район в разрезе гостевых маршрутов, туристических, привести в порядок. С начала года демонтировано более 220 незаконных рекламных счетов. За последние годы убрано 4000 лайков и пивнушек. Владельцам автостоянок становится выгоднее легализовывать свой бизнес, а значит, не только получать доход самим, но и оплачивать налоги за пользование землей в черте города. А вот на что, пожалуй, все обратили внимание, за год в городе стало больше цветов. Самара сегодня стала действительно цветущей. Год назад Олег Борисович объявил, дал старт этой акции «Цветущая Самара». И вчера из уст почетных граждан города мы действительно услышали огромную благодарность за то, что Самара стала цветущей. Так держать. На улице вышли 175 автобусов, троллейбусов и трамваев. Город приобрел 98 единиц техники для благоустройства. Еще 85 машин поступят в ближайшее время. И стартует всеобщий ликбез по английскому языку. Бюджетники будут изучать за счет государства. Коммерсанты за свой собственный. У нас с понедельника как раз начинаются курсы для педагогов английского, которые будут потом обучать, так сказать, полицейских. В том числе они же будут работать и с нашими муниципальными служащими. Это с водителями. И мы предлагаем тоже для работников кафе, для продавцов магазинов. А вместе с тем для гостей чемпионата готовится культурная программа. В дни проведения мирового футбольного первенства будут работать театры, концертные площадки, выставки и туристические экскурсии. Лариса Шлафаст, Олег Зверев, Василий Клодошов. События. Самарская область вошла в топ-10 рейтинга эффективности региональной налоговой политики. Исследование проводила международная компания. На вершине рейтинга те регионы, которые хотят и могут зарабатывать. Слово Олегу Звереву. Самарская область вошла в первую десятку рейтинга эффективности региональной налоговой политики. Исследования провели эксперты международной компании PricewaterhouseCoopers. Отценивалась работа по количеству денег, привлеченных в качестве налогов в региональный бюджет. По федеральным законам областные власти могут сами регулировать эти налоги. Что в итоге увеличило собираемость в первом полугодии 2017 года почти на четверть. Основной вывод, который мы сделали, что те регионы, которые стремятся собственными силами заработать, они из верхушки рейтинга. И как раз-таки попадание в десятку демонстрирует, что Самарская область и правительство Самарской области очень активно занимается своей налоговой политикой, отслеживает те полномочия, которые у регионов появляются и эффективно их реализовывает. Налог на имущество в Самарской области рассчитывается исходя из его кадастровой стоимости и стал одним из основных в рейтинге эффективности. Оценивались также меры по сбору транспортного налога, сборы с трудовых мигрантов и льготы для индивидуальных предпринимателей. Последним становится выгоднее переходить на патентную систему учета, которая избавляет от долгой процедуры подсчета. Патент приобретается заранее, а его стоимость засчитывается в качестве уплаченного налога. Интерес индивидуальных предпринимателей к данной системе налогообложения из года в год растет. Так, если эта система у нас вообще действует с 2013 года, если в 2015 году количество налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения, было порядка 1600 индивидуальных предпринимателей, то уже за первые полугодия 2017 года этой системой воспользовались порядка больше 3000 индивидуальных предпринимателей. Положение в топ-10 рейтинга влияет и на имидж области. У бизнеса больше доверия к региональной власти, а для федерального правительства это сигнал, что здесь рассчитывают на самих себя, а не на дотации из центра. То высокое место, которое заняла Самарская область в рейтинге очень авторитетной международной группы компаний PricewaterhouseCoopers, это результат реализации полномочий, которые установлены для региональных органов власти. Это результат активной, продуманной налоговой политики прежде всего губернатора и правительства Самарской области. А это значит, что регион может рассчитывать на софинансирование и поддержку в развитии новых производств, образовательных, медицинских, спортивных и социальных программ. Олег Зверев, Василий Колдашов, Максим Гусев, События. Дистанционное образование, медицина онлайн и деньги, которые нельзя поддержать в руках. Федеральной программой цифровая экономика занялись и специалисты из Самары. Точного понимания этого понятия пока нет, и как должен пройти переход от экономики традиционной к цифровой, тоже не совсем ясно. Поэтому эксперты пытаются разобраться в вопросе на круглых столах. К ним присоединилась и наша съемочная группа. Страна, которая первой полностью откажется от живых денег в пользу электронных, станет лидером мировой цифровой экономики, уверены специалисты. Вот только однозначного понимания, что такое цифровая экономика, в мире пока не существует. Над созданием модели трудятся экономисты, в том числе и самарские. Сегодня они пишут учебник по цифровой экономике, используя небольшой имеющийся опыт. Как классическое выражение, если мы пытаемся автоматизировать хаос, мы получаем автоматизированный хаос. Нам хаос не нужен, у нас должна быть четкая, методическая, методологическая, теоретическая, как угодно. У нас должна быть четкая база, четкая платформа, четкое понимание, чем мы занимаемся. Программу «Цифровая экономика» утвердило правительство Российской Федерации. Ее цель – системное развитие и внедрение цифровых технологий во все области жизни, образование, торговлю, медицину. Например, дистанционная медицина. То есть процесс, когда мы можем поставить диагноз дистанционно, я сейчас не говорю про сайты, где мы делаем это по анкете, а когда мы действительно выезжаем в сельских поселениях с определенным мобильным оборудованием, у которого есть способность связываться через интернет, через онлайн с крупным центром, определенным, ближайшим центром, и, соответственно, передавать туда данные, причем все данные по анализу в онлайн-режиме, и возвращать диагноз, с которым фельдшер, врач, может работать. Предложения и рассуждения экспертов будут собраны в один большой материал, после чего, как говорится, отделят зерна от плевел. В итоге цифровая экономика должна проникнуть во все сферы и вывести Россию на качественно новый уровень жизни. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. С открытием вас, господа. В Самаре начался третий межрегиональный фестиваль «Волга театральная». Всю неделю свои лучшие спектакли будут показывать самарцам 11 театров Привожского федерального округа. Билетов на постановки уже нет. Мариана Мирная продолжит тему. Одна минута до третьего звонка. Фойе театра «Самарская площадь» заполняется зрителям. Все в ожидании открытия третьего межрегионального фестиваля «Волга театральная». Мы говорим, что это праздник для нас, но это праздник и для нашего города. Потому что Самара – город театральный. Свидетельствует это и о том, что ни на один спектакль фестиваля, ни на одну площадку билетов уже нет. Вот это очень приятно. Честь открыть первый фестивальный день выпала театру «Самарская площадь», давали «Вишневый сад». Далее на протяжении недели спектакли будут идти параллельно на разных площадках. Для Самары принимать фестиваль такого уровня очень престижно. Поэтому городские власти оказывают всестороннюю поддержку «Волги театральной». Это престижно для города, но самое главное, благодаря фестивалю нам удалось установить культурные связи со всеми субъектами ПФО. Это очень важно, потому что чем живет театральная общественность в Перми, в Ижевске, в Казани, в Нижнем Новгороде, нам доселе, как говорится, было неизвестно. Но фестиваль помогает окунуться в культурную жизнь этих городов и обогатить наше культурное пространство. Уверен, что этот фестиваль, как всегда, станет фестивалем открытий, фестивалем состоявшихся постановок, актеров. И я думаю, что всем вам, в первую очередь, зрителям, предстоит еще одна неделя насыщенной театральной жизни, с чем вас поздравляем. Фестиваль продлится до 30 сентября. За эту неделю покажут 14 спектаклей. Их привезли из Казани, Ульяновска, Ижевска, Набережных Челнов. Главный приз фестиваля мечтают получить все, но важнее всего – с честью представить родной город и свой театр. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. А теперь коротко о других темах дня. Водитель, совершивший смертельный ДТП, пытался скрыться, но был задержан. В выходные около двух часов ночи в Самаре, на улице Сергея Лозо, водитель Лады насмерть сбил пешехода и уехал с места ДТП. Но ближайшие экипажи ДПС, получив ориентировку на автомобиль, заметили и задержали нарушителя в районе Красной Глинки. По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неположенном месте, а водитель был пьян и превысил скорость. Свидетели другой крупной аварии разыскивают инспекторы ГИБДД. Она произошла на улице Нововокзальной. В три часа ночи 38-летний мужчина на приоре ехал от юных пионеров в направлении Нагорный. Рядом с домом на Ставропольской он выехал на газон и врезался в световую опору. Машина опрокинулась, продолжила движение по инерции, столкнулась с информационным щитом и влетела в остановку общественного транспорта. После этого встала на четыре колеса. Водителя приоры госпитализировали с ушибом головного мозга, он впал в кому. Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией, просят позвонить по телефону, который вы видите на экране. 200 тонн сена сгорело на поле в совхозе Рубежной. ЧП произошло днем в воскресенье. Возгорание тушили 65 пожарных и 17 единиц спецтехники. Локализован пожар был через несколько часов, но полностью ликвидирован только к полуночи. Причину возгорания и ущерб от него устанавливают. К Новому году в Самаре выстроят заново деревянную башню на пересечении Кутикова и Водников. Подрядчику предстоит выполнить за четыре месяца большой объем работ. Имитацию башни, которая являлась частью Самарской крепости, построили в советский период. Авторы проекта предлагали воспроизвести трехуровневую башню со строгом. Также проект предусматривал возведение имитации кузницы с бутафорными предметами того времени. Ее планируют расположить со стороны улицы Водников вдоль стены. Одним из главных украшений крепости станет скульптура «Стрелец». Ее установят возле центрального входа в здание. Чаще всего самарцы ищут в сети информацию о покупках. Аналитики поисковых систем рассказали, чем интересуются губернские интернет-пользователи. В большинстве запросов рассматриваются варианты приобретения квартир, автомобилей и телефонов. В отличие от других регионов, жители Самарской области чаще всего интересовались автомобилями «Лада». Большинство респондентов покупали одежду, обувь, аксессуары и детские товары, видео и фототехнику. В трендах запросов за последний год оказались спиннеры, айфоны и гироскутеры. И вот какие материалы сейчас готовят к эфиру наши корреспонденты. Ждать осталось недолго. Тепло появится в домах граждан в первых числах октября. Новый облик домов на гостевых маршрутах. В поселке Управленческий сегодня сдали 8 многоэтажек. Всего же в Самаре преобразится 250 жилых домов. Замаливают грехи. В 15-й исправительной колонии прошел молебен в честь иконы умиления Локотской мироточивой. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся.